Всем привет, с вами Дельзер, и сегодня я расскажу вам про такие жанры как спидкор, терроркор и про такие поджанры как ютуб пупкор и атмосферик спидкор. Для начала стоит объяснить, что спидкор так же как и габа является поджанром хардкор техно, но в отличие от габы, родиной которого являются Нидерланды, корни спидкора растут из Германии. Основное отличие спидкора от других жанров хардкора это высокая скорость бита до 1000 ударов в минуту и жестокое звучание, придающее слушателю атмосферу враждебности. Нередко в спидкор треках можно услышать крики, вопли и звуки сцен из жестоких фильмов. Также другая часть исполнителей предпочитает превращать свои творения в пародии на другие жанры, своего рода протест коммерческой музыки. Так появляются треки, в которых на дисторшн-бочку накладываются засемпленные куски из различных треков шерпотреба и поп-сцены. Субтитры создавал DimaTorzok Музыка любого жанра рано или поздно уходит за рамки общепринятых канонов. Так появляются поджанры. Для начала я расскажу об атмосфере к спидкоре. Точно неизвестно, кем впервые был использован этот термин, но те, кто знает про него, сразу могут отметить проект спидкор Фронт Ост Берлин. Оркестровое звучание синтезаторов и быстрая агрессивная бочка создают атмосферу эпика, что делает жанр достаточно уникальным. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это сплифтер-кор, примерно от 700 до 800 БМП и экстратон, свыше 1000 БМП. Для справки, БМП это ударов в минуту. Поговорим теперь о террор-коре. Стиль достаточно сложный для определения его некими рамками. Это связано с тем, что у каждого слушателя свое представление о том, что такое террор. В террор-коре часто используются страшные сэмплы и неприятные синтезированные звучки, цель которых – загнать сознание слушателя на грань, близкую к страху или ужасу. Скорость бочки обычно от 120 до 500 БМП. Ссылки и треки в описании. Подписывайся, ставь лайк и до скорой встречи! Подписывайся, ставь лайк и до скорой встречи!